Всем привет! Сегодня немножко о жизни в Турции. Я сегодня поделюсь, назовем так лайфхаком, если так можно сказать. Расскажу то, как подобрать себе парикмахера-турка здесь, в Турции. Немножко экскурс для тех, кто новенький и не в курсе темы. Расскажу, что брюнеткам, девочкам с плотными, такими густыми, хорошими волосами, назовем так девочек с восточным, темным типом внешности, да, каким-то таким смуглым девчонкам, проблем с парикмахерами в Турции, не ждите, у вас будет все классно. Турки очень хорошие парикмахеры, эта система очень распространена, много всякого ухода и так далее, неплохой уровень здесь этого сервиса, но, по крайней мере, в Стамбуле. Проблема в чем здесь? Для девушек с тонкими волосами, с европейским типом внешности, для блондинок, русых девушек, у кого тонкие волосы, не восточный турецкий тип, где, простите, нос, волосы в два раза тоньше, чем у турчанок, например. Проблема найти хорошего специалиста, который умеет работать с славянскими, назовем так, волосами, трудно. Почему? Потому что именно для окрашивания стрижки, пожалуйста, без проблем, уходовые какие-то моменты, ради бога, именно окрашивание. У них нет вот этой грани, они очень часто, скажем так, пережигают волосы, не получается достигнуть такого эффекта, как бы хотелось на картинке, которую вы показываете. То есть они не умеют с этим волосом нашим тонким славянским работать. И самая главная проблема, они вам могут даже покрасить, и будет эффект такой, как на картинке, но потом вы замучаетесь восстанавливать свои волосы, они вам их пережгут, перепалятся, чуть-чуть в день отвалится со временем. Почему? Потому что они работают стандартно по схеме своей для плотных восточных коричневых темных черных волос. Это пудровое порошковое освещение на максималке на процентах и так далее. Я вам больше скажу, девочки, я попадала даже к нашему из России мастеру здесь. То есть каждой нашей девчонкой, кто славянскими тонкими волосами, стараются попадать к мастерам нашим, кто здесь работает, не обязательно кит-салону, а просто кто-то частно как-то принимает и так далее. Хоть кому-то, кто типа, мы думаем, да, может работать с нашими тонкими волосами, имеет этот опыт. Значит, у нас уже русскоговорящий или наш какой-то там славянский специалист из стран СНГ, значит, короче, уже все, точно, ты с волосами останешься, они у тебя не отвалятся. Но я даже попадала к такому специалисту, который не мог рассчитать мне процент оксиданта на волосы. И я выходила потом, не сразу же они отваливаются, скажу вам сразу. Год назад у меня был такой окрашивание, когда я искала мастера. Получается так, что у меня там через несколько месяцев нафиг все поотвалились волосы, начали ломаться, они были переженные, когда на новые начали отрастать. Короче, это была жесть. Волосы мне припалил наш мастер славянский. Смотрите, я к тому, что даже среди наших славянских мастеров найти хорошего довольно-таки трудно. Не все далеко хорошие специалисты, к сожалению. Хотелось бы, чтобы этого было больше. И есть такие девушки, которые давно когда-то работали, это на меточке сразу говорю, кто будет искать парикмахера, чисто из моего личного опыта. Я уже два-три раза с таким встречалась. Кто когда-то в России, где-то в парикмахерской или в Белоруссии в Украине работал, но нет обучения нового, свежего, и эти мастера не ходят на обучение за деньги даже в онлайн коем обучении, к супер каким-то продвинутым мастерам, кто обучает. Они учатся новым техникам, типа даже AirTouch делают по видеоурокам всяких, из соцсетей, из YouTube и так далее. Я просто была, скажем так, свидетелем такого разговора. Я пришла к мастеру, причем я два раза где-то там, типа, амелирование, это что-то обычная старая техника, ничего такого. Говорю, ой, слушай, там AirTouch, в этом несколько лет назад было, появилась. Говорю, хочу попробовать, что это такое? Она говорит, да, сделаем, не вопрос, сейчас я в YouTube посмотрю, что это такое, как делать, я тебе сделаю. Ну вот, собственно, я делать не стала. Говорю, в следующий раз, сейчас мы поэмелироваемся, я больше к этому мастеру не пошла. Я поняла, что кроме мелирования вот этого мне ничего не светит там. Так вот, по поводу, как найти туркомастера здесь, на что надо обращать внимание. Я вам даже скажу, девочка, появляться в Стамбуле начинают мастера, которые неплохо начинают работать с славянскими волосами. Это, конечно же, первое, главное, это сарафанное радио, как и всегда здесь у нас в Турции было, есть и остается. Это отзывы ваших подружек, кто вам посоветовал, то есть надо идти по знакомству, по хорошей рекомендации. Даже если не прям подружка, вы где-то там на какой-то встрече наших, на какой-то там, не знаю, ярмарка наших продуктов, услышали ухом, что есть какой-то турок, который красит хорошо, берите сразу контакт, не теряйте его. Это, знаете, это индивидуально щипнуть бриллиантик этот найти, обратить, не пропускайте мимо, может быть, за этим стоит хороший мастер. Второе, это могут быть в турецких салонах, но мастера иностранцы какие-то, может выглядеть как турок. У меня подружка, например, ходит, красится в обычный турецкий салон возле дома, но оказалось, что мастер, он выглядит как турок, он оказывается серб, и он умеет работать с славянскими волосами, потому что он из Сербии лет 10 назад переехал, или 15 уже когда-то учился, и сейчас обучение онлайн проходит, то есть мы, короче, в курсе, как с этим работать, потому что у девчонок в Сербии славянские волосы. Он и турчанок здесь сейчас красит, да, и вот, пожалуйста, к нашим девочкам он может тоже подход найти, она очень довольна, она ходила и к туркам, и всяко-разно. Знаете, в чем проблема у турок, которые не умеют работать с славянскими волосами? Раз на раз не приходится. Один раз он окей, может как-то нормально сделать что-то, а в другой раз он опять забудет, назовем так, условно, супер вам пережигет волосы, и вы там условно лысые останетесь. То есть не гарантирован результат. То есть вы можете найти того, кто работает в турецком салоне, ну, например, обучался, жил за границей, сам иностранец и так далее. Это не обязательно должен быть русскоговорящий славянский мастер, а просто опыт где-то жизни в Европе, из Германии, кстати, хочу отметить. Есть такие у нас здесь немцы, турки-немцы, назовем так, да, которые, например, это уже наше где-то поколение, нашего там 30-40 лет возраста, когда они, например, родились в Германии по каким-то там причинам, ну, детство там прожили, там, учились и вся такая прочая, почему-то они приехали, например, обратно в Турцию, родители вернулись, и вот там, например, там парень, там, лет с 20 живет там в Турции, красит там, понимаете, да, то есть у него есть опыт и обучение за границей в Европе, в Германии. Там очень много светлых волос, как наших европейских, славянских, и вот такие мастера-турки, которые переехали из Германии или там обучались, они тоже хорошие мастера, они знают, как работать с таким волосом. Знаю точно, что есть такая парикмахерская в Белик-Тюзу, очень большой, хейр-сетап-кафер называется, огромный салон, там много пацанов-турков работает, то есть там турчанки все конвейерем, славянские девчонки приходят, но, в основном, они на турчанках работают, но есть там у них мастер, который с славянскими волосами работает, их там около пяти или шести мастеров. Вот у меня, например, в доме напротив открылась классная парикмахерская, там так забито, когда какие-то байрамы праздники, турчанки любят чистить перышки праздником, там красятся красоту, наводить волосы, сразу сидят красить и так далее, так вот у них они открываются в 7 утра, еще раньше у них запись, там все стулья заняты, короче, все мастера и так далее, в общем, фиг попадешь, думаю, ого, столько народу, думаю, хорошо, значит, красят, турчанки тоже, знаете, не будут ходить особо, если не понравилось, их пытались обмануть дороже где-то, накрутить стоимость или испортили волосы, они особо не будут ходить тоже, я смотрю, там такие тети приличные, я имею в виду прилично одетые, такие все, знаете, модные, стильные, какие-то там блогерши всякие, я такая, опа, окей, я нашла в инстаграме этот профиль, там какие-то там те, кто отмечает, такие работы, и вот по работам в инстаграме, в профиле каком-нибудь, вы можете тоже сделать вывод, на что надо обращать внимание, если там в ленте с фотографиями девушки с вашим типом волос, цветом, как у вас, внешностью, то есть славянки ходят туда или нет, если вы видите красиво в светлый блонд, красивый какой-то там пепельный или еще какой-то, эйртач и все прочее, окрашенные турчанки, это вам не подходит, это красивое окрашивание, этот результат достигнут на турецких плотных волосах, там жженые, пережженные и так далее, то есть для вашего типа тонких волос это уже не подходит, это может быть красиво выглядеть, но ваша задача в фотографиях проанализировать, ходят ли туда девушки вашего типа внешности и с такими же там, например, тонкими волосами, светлыми, если да, окей, можно попробовать, второй пункт, если вы видите там вообще в принципе в ленте в фотографиях мало блонда, рыжие, коричневые, вот эти знаете, амбре типа корни под светленые турчанки ходят, это точно не ваш вариант, все эти амбре и все прочее, это на турчанках делается, техника, скажем так, с меньшим оксидантом может вам не подойти, то есть, ну чтобы вы понимали, например, в норме мои волосы, мастер мне российский, красит волосы на нуле или максимум трех процентах, и мне этого достаточно, когда турок мне может предложить 9, и когда я говорю 9 процентов, я как бы лысая останусь, чувак, он скажет, ну ладно, 6 тогда, ну 3, ты что, держаться ничего не будет, то есть он вообще даже не представляет себе идеи, что на 3 процентах меня можно покрасить, или если я ему скажу, меня здесь покрасили на 3 процентов, и это типа too much для меня, он такой, что, это разве возможно, понимаете, в чем разница вот этого диалога будет, так вот, если техника существует, но украсит он в ней турчанок, вам это тоже не подходит, и вот про эту парикмахерскую дома я так обрадовалась, думаю, там так много людей, такие девчонки симпатичные выходят, хорошо окрашенные, думаю, надо попробовать, я захожу в профиль и вижу, что это только турчанки, волосы в основном с желтоватым, назовем так эффектом, холодного, красивого блонда минимум, и когда они показывают в видео, как они это красят, я вижу прекрасно порошковое вот это окрашивание, осветление, там пипец, короче, мои волосы этого, таких процедур не переживут, даже на маленьком там проценте, и я не пошла оттуда даже пробовать, я больше скажу, я туда один раз ребенка отвела подстричь волосы, и мне ее криво подстригли, на самом деле, там очень красиво, так все пафосно, стильно, и все такое, и уже дома я заметила, как я не знаю, как он так стриг, что, блин, одна сторона волосу так, там чуть ли не сантиметр разницы, короче, я поняла, что окей, как вот пыль в глаза пускать красоту умеют, стричь на самом деле не очень. Еще хочу сказать, чтобы вы, девочки, не обманывались в красоте салонов, здесь очень любят пафосно, красиво обставлять по-модному, декорировать дизайн салонов красоты, всякие фотозоны делать, чтобы вы приходили, фотались, отмечали в инстаграме, вот этот промоушнелл в серии бьюти, он может, знаете, такой быть хороший, красиво, стильно, дорого, богато сделано, но мы смотрим на работу мастеров, очень часто в каких-то простых средней руки парикмахерских может быть спрятаны хорошие алмазы, хорошие мастера. В основном это все вот работы мастера, сарафанное радио от своих знакомых и смотреть, чтобы славянки ходили в эту рекламу, эти фотографии в инстаграме и так далее. Все, по-другому вы хорошего мастера себе не выберете. Но я опять отмечу, эти только к нашим русскоговорящим СНГ мастерам, тоже не стоит на это рассчитывать, что это вам будет панацея. Я очень долго искала себе, вот видите, у меня тоже сейчас уже пора окраситься, я очень долго искала в последний год мастера себе, и у меня было отчаяние и слезы. Пока я не нашла хорошего мастера, потому что мой мастер там уходил в декрет и так далее, мне осталось... Вообще, изначально мой мастер переехала в Анталию, открыла там салон, у кого я красил. Потом я пыталась найти, найти у меня не получалось, я вот волосы мне... Ой, господи, это все, кстати, по нашим мастерам, не к туркам я ходила. Потом я подумала поехать к одному турку, он вообще в азиатской стране, я так и не доехала. Я мучилась, скиталась год-два, наверное. И в итоге я нашла адекватного мастера, именно колориста, который обучается. Ну, надеюсь, не буду, не хочу сглазить, все у нас не будет нормально, никуда не в декрет не уйдет, не переедет и так далее. Несмотря на то, что мне не очень удобно туда ездить, это довольно-таки далековато от меня в европейской части. Но все равно, вот кто у нас очень много в Белик-Тузу, девчонок, знаете, в турке есть, Hair Setup Affair есть в салоне, это я в Инстаграме тупо сама случайно нашла, потому что Инста выдает по твоим запросам предложение, да, по картинкам, там что-то смотришь, информацию, да, вот я вот тупо случайно по рекламе увидела вот этих чуваков, ну, короче, познакомилась, все это узнала. А, и про цену скажу, заранее всегда, всегда, если в Инстаграме, где-то там в соцсетях нашли мастера турка, к которому пойдете краситься, сразу прописывайте цену, спрашивайте конкретно там, милирование сколько стоит, окрашивание там, air touch, уход, прям, чтобы вам были цены, потому что, если вы приходите, садитесь молча и ничего не спрашиваете, не знаете цену, во-первых, это должно быть написано в переписочке, у меня подружка, которая по туркам ходит, по салонам именно у турок краситься, у нее уже тысячу раз такие истории были, она всегда предупреждает, Галя говорит, опять на это наткнулась, сама, говорит, не подумала, да, когда ты садишься одна цена, а встаешь, тебе говорят другую, и ты попробуй, докажи, что тебе на словах до этого сказали, вы ослышались, вы не так поняли, и она такая, оп, инстаграм открывает, так я вот вам в директе переписывала, недельку назад записывала, цена была такая, что за неделю произошло, инфляция в стране, цены на красители подняли, и тогда делают цену, которую оговаривают, то есть заранее, пожалуйста, прописывайте, потому что мы все равно априори иностранцы, даже если мы, например, с турецким паспортом и говорим хорошо по-турецки, мы все равно иностранцы, с которых можем снять денег, да, или как минимум попытаться, попытать удачу, да, и попытаться побольше заработать с этого человека на 100, на 200 лир, короче, больше, в общем, вы поняли, о чем я. Надеюсь, видео было для вас полезным, пишите комментарии, какие у вас наблюдения и советы есть по поводу парикмахерского искусства за границей и так далее, как вообще у вас в стране, если у нас вся на родине живет, как у вас сейчас с парикмахерами, там, расскажите, очень интересно, вот вообще в этой индустрии, что сейчас происходит. Спасибо за внимание, ставьте лайки, пишите комментарии, я бы старалась быть для вас максимально полезной, и у меня в инфобоксе под видео всегда есть моя почта, если вам нужна моя консультация как психолога, пишите, я дам ее теме письма, пишите консультацию. Спасибо за внимание, всем пока!